Девушки отдыхают Ваша честь, вот вы как отменили только что вот этот документ, я также отменяю свои показания. Я не утверждаю, что она состояла в интимной связи со всеми тремя братьями. Я этого не утверждаю. Три брата и одна девушка проводили лето вместе. Когда родился ребенок, в роли отцов побывали двое. Но матери ребенка нужен третий. Пусть даже он уже мертв. Ну, мы с мужем посвящались и решили ее себе оставить. На третий день нагрянула полиция. Что вы говорите? Биологическая мать вот этой девочки, она меня обвинила в том, что я якобы выкрала ее ребенка из коляски. Подброшенный под дверь чужой ребенок стал для молодой женщины настоящим жизненным испытанием. Из-за него долгое время она находилась под следствием и сидела в тюрьме. Но даже после этого хочет стать девочке матерью. Истец Павел Гарбузов предъявляет иск о расторжении брака и об определении места жительства дочери. Ответчик Лидия Гарбузова иск не признает. Пожалуйста, истец, обоснуйте причины расторжения брака. Мы с Лидой уже женаты на протяжении 14 лет. У нас есть дочь, полутора лет. Суть в чем, что где-то около года назад супруга начала сильно злоупотреблять алкоголем. То есть начала выпивать. Поначалу это были такие легкие напитки. Каждый вечер она бутылочку вина возьмет, перед телевизором сядет, выпьет и так далее. Но как бы я не придавал этому значения поначалу. А потом, когда эти, я не знаю, попойки их назвать, что ли, перешли уже в такой критический момент, когда она перешла с вина на водку, на коньяк и тому подобное, это уже меня насторожило. А в большей степени меня насторожило то, что она абсолютно перестала заботиться о нашей младшей дочери. Это не так. Она сидит. Ну как не так? Это так. Она перестала заботиться о младшей дочери. Простите, а есть еще дети, кроме младшей дочери? Да, был ребенок у нас. Вот. Она перестала заботиться о младшей дочери, и в конечном итоге я перестал ей давать деньги, потому что она все пропивала. Да и она и домашним хозяйством не занималась. Она не закупала продукты, она вообще никакой уют не создавала. Она только беспробудно пила. Больше ничего. Вот ничего абсолютно. Мне даже пришлось нанять няню. Няню для того, чтобы она воспитывала нашу малолетнюю дочь. Чтобы она за ней сидела, убирала. Были такие моменты, когда я приходил с работы домой, у меня дочь, я встречала просто вся зареванная, грязная, извините меня, в какашках вся. На меня вот такими глазами смотрела. Я ее, когда начинал за стол ее сажать, она просто накидывалась на еду. Сразу понятно, что ребенок весь день находился в голодном состоянии. Она ее не кормила даже. Вот представляете, до такой степени. Это ужас вообще. Но последнее, то, что довела, она постоянно пила и начала даже общаться с каким-то, я не знаю, как это выразиться, с отребьем, который у нас находятся под заборами, валяются. Чуть ли не бомжихой уже стала. У меня даже есть выписка. Ну как неправда, вот выписка есть из медицинской о том, что ты находилась в вытрезвителе. Несколько раз я тебя оттуда забирал. Мне на работу звонят, я на работе. Я приезжал и тебя оттуда с вытрезвителя забирал. Тебя, мать. Да? Вот и все. Будьте добры, документы через судебного пристава передайте. Да, пожалуйста. Вот. Впоследствии как-то один случай меня вообще доконало. Это уже был предел просто моего терпения. Я не знал, ну как это. Я прихожу домой, вот, как-то. А мне няня, значит, рассказывает. Говорит, что ушла за продуктами, 15 минут где-то ее не было. Прихожу, говорит, и не пойму, что происходит. Это сидит на кухне, пьет, а ребенок находится на балконе. Зима. Минус 20. Ребенок полутора лет в колготочках, в маленькой, в этих футболке, находится на балконе. Она ее выставила на балкон. Балкон застекленный. Она ее выставила на балкон за то, что та разрисовала обои. Представляете, вот за это она наказала ее. Вот за это наказала она ее. Балкон застекленный. В итоге ребенок заболел воспалением легких, двухсторонним. Мы вызвали, вызвали скорую помощь. Вот у меня справка даже о том, что вызов скорой помощи. И выписка из книги, карты медицинской о том, что у ребенка был диагноз воспаления легких. И то, что мы пролежали, я с ребенком пролежал три недели в больнице. После того, как меня выписали из больницы, я сразу же собрал все вещи с дома. Взял дочь, и мы переехали к моей матери. Так что, когда я буду работать, ну, в те моменты, когда я буду находиться на работе, за моей дочерью может вполне ухаживать моя мама. Маленький возраст очень у ребенка, понимаете, по полтора года, как правило, как правило, все-таки оставляют детей с мамами, исходя из того, что требуется. Вот с этой мамой. Подождите, истец, я говорю, как правило. Ребенку все равно. Ответчик, истцом заявлены исковые требования о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, вы на расторжении брака согласны? Нет, я возражаю, Ваша честь. Послушайте, пожалуйста. Да, у меня были проблемы с алкоголем, это правда. Но я уже два месяца не пью, это все в прошлом. Я прохожу курс лечения. И он самое главное не сказал, почему я начала пить, почему ты об этом не сказал. Скажи ты. У нас, не в том, что Настенька, это наша младшая дочь, у нас была еще и старшая дочка Рита. Их было 13, когда год назад ее изнасиловали и убили. Вот свидетельство о смерти. Насильников так и не нашли. Вот выписка из уголовного дела. Как вы думаете, могла я это выдержать? Он все время пропадает на работе, а я одна, в четырех стенах, со своим горем и маленьким ребенком. Все время перед глазами у меня лицо Риты. Я все время пропадаю на работе не потому, что я так хочу, а потому, что надо содержать семью. Потому, что надо вас кормить, вас обувать, одевать. Это моя обязанность, как мужчины, как главы семьи. Ты даже не поддержал меня, не выслушал ни разу. Приходил домой только поесть, поспать и все. Я приходил только поесть, поесть. Я тебя не поддержал. Истец, 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 истец. Ваша честь, мне трудно говорить. У меня свидетель, мой психолог. Пусть она расскажет за меня о моем состоянии. Так, хорошо. Будьте добры, пожалуйста, ваши документы через судебного пристава передайте. Вы как относитесь, истец, к тому, чтобы послушать свидетеля-ответчика? Я не против. Давайте послушаем, что за свидетель. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Пономарева Кира Михайловна. Я клинический психолог. Это моя пациентка Лидия Игоревна. Поступила она ко мне около года назад в очень тяжелом состоянии. У нее наблюдались признаки клинической депрессии. Лобильность была снижена. Это был постоянный плач. Мысли о суициде. До этого Лидия Игоревна месяц отлежала в клинике неврозов и выписана была с незначительным улучшением. Ситуация была сложная. Курс лечения мы начали с ней. И первый курс мы прошли. Выписала я ее с улучшением уже стабильным. Однако для прохождения второго курса должно было пройти какое-то время, чтобы те эмоции, которые мы сняли, они бы уложились в ее создание и личность бы трансформировалась. За этот период, к сожалению, Лидия Игоревна не смогла справиться с негативными эмоциями и снова начала пить. Ситуация понятна. Погибла старшая дочка и вина за смерть старшей дочки перенесла Лидия Игоревна на свою малышку. И именно поэтому у нее начинают возникать такие приступы жестокости, которые были бессознательны. То есть фактически Лидия Игоревна плохо относилась к своей малышке, потому что она не осознавала того, что она делает. То есть ты хочешь сказать, что вина в смерти, виновна в смерти Риты, наша Настенька? Так это ты виновата! Подождите, естественно, естественно, естественно. Разрешите, я изложу, в чем суть вся. Просто она настаивала на том, что девочке нашей, Рите старшей, нужен очень хороший преподаватель английского языка. А самый хороший преподаватель в нашем районе работает, свободен только в 8 часов вечера. И она настояла на том, чтобы это ты виновата. И ты не заставляла ее ходить. И в тот момент Настя не болела, между прочим. А ты это придумала, чтобы оправдать себя. Иди, 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 иди меня обвиняйте. Ты вообще все это время пропадал с проститутками в бане. Да же я разговаривала, что тут и стереотипы в бане. У нас была простая неформальная встреча с партнерами нашими. Вот и все. И стекс, пожалуйста. Ты вообще деть меня заменила. Да, у меня важное дополнение как раз по этому случаю. Тот случай, когда малышку заперли на балконе, помог Лидии Игоревне именно включить свое сознание и снять эффект переноса вины за смерть старшей дочери, да, с младшей. И этому показатель того, что она хочет общаться с ребенком. Что она приехала к ней в больницу, несмотря на то, что она не смогла ее увидеть. Поэтому я бы рекомендовала не разводить сейчас эту пару ради эмоционального состояния. Она приехала после того, когда я ей сказал, что я подаю на развод и буду лишать тебя родительских прав. Вот после этого она взялась за голову. Пожалуйста, не разрушай семью. Перестала пить. Тастеньке нужно оба ради тебя. Мне кажется, что в целях сохранения психологического состояния ребенка, они друг друга обвиняют в смерти старшей дочери. Какое тут перенесение? Мне кажется, что этот этап уже давно миновал. Тут не перенесение, тут прямые обиды. Рита не возвращалась домой одна никогда. То есть Лидия всегда ее встречала с малышкой. А в этот момент она не пошла встречать. Единственный раз, когда она не встретила. Но как специалист, я считаю, что изначально надо поработать с мамой. И снять все ее проблемы, прежде чем приступать к семейной терапии. А почему не встретила-то в этот раз? Настенька проболела, я не смогла. Я обычно брала ее с собой, чтобы не оставлять дома. И мы шли вдвоем. Но в этот раз Настя плохо себя чувствовала. Я осталась дома. Я думаю, Рита, уже большая девочка, 13 лет. И детей совсем недалеко. Ну почему только с мамой нужно? С папой тоже работать. С папой тоже, но групповая терапия, возможно, только после того, как мама проработает свои проблемы. Он не признает никаких психологов. Так, суд удалился, и принятие решили. Прошу всех встать. Далее в программе. Ваша честь, вот вы как отменили только что вот этот документ, я также отменяю свои показания. Я не утверждаю, что она состояла в интимной связи со всеми тремя братьями. Я этого не утверждаю. Ребенку 8 лет. А его мать до сих пор точно не решила, кто из троих братьев отец. Она очень хочет, чтобы суд трактовал сомнения в пользу богатого, который умер и оставил наследство. Ну, мы с мужем посвящались и решили ее себе оставить. На третий день нагрянула полиция. Что вы говорите? Биологическая мать от этой девочки, она меня обвинила в том, что я якобы выкрала ее ребенка из коляски. Органы опеки и попечительства отказали молодой женщине в оформлении опекунства над годовалой девочкой из-за ее сомнительного прошлого. Однако женщина не сдается. И в суде требует отменить этот отказ, поскольку считает его несправедливым. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, в возражении ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ответчика, а также рассмотрев заключение органов опеки и попечительства в части определения места жительства малолетней дочери, слушание дела о расторжении брака и определение места жительства малолетней дочери считает необходимым отложить и назначает супругам срок для примирения на 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения на 3 месяца, поскольку ответчик на расторжение брака не согласен. Если супруги не примирятся, естественно, по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации брак между супругами будет расторгнут. И, естественно, будет решаться вопрос по второму исковому требованию по определению места жительства малолетней дочери совместно с истцом. Ну, дайте шанс вашей супруге, дайте ей такой шанс. Каждый человек заслуживает, чтобы ему давали шанс в этой жизни, на мой взгляд. Естественный ответчик, суд огласил свое решение, сделал закрытый. Решение суда. Назначить срок для примирения. Я посмотрю на поведение своей супруги за эти 3 месяца. Если она действительно изменится, то я готов начать все сначала. Если же нет, то будем рассматривать о лишении родительских прав. Я обязательно вылечусь и верну себе дочь и доверие мужа. Чем отличается битва за будущее от обычного суда? Я предлагаю тогда перестать говорить о любви, давайте поговорим об отцовстве, которое у нас иногда случается и без любви. Тем, что здесь решаются судьбы детей. Мы детей в чужие страны не депортируем. Здесь сердце разрывается от боли. Бабушка, я не понимаю, почему ты ко мне сейчас так относишься? Что я тебе плохого сделала? Не пытайтесь даже разжалобить меня. Здесь судья Елена Дмитриева защищает детей от безумия родителей. Смотрите новый проект «Битва за будущее». Но задача матери не только одеть, а будь и накормить. А как я жила все это время? Кто-нибудь знает? Вам за это медаль дать? Каждый будний день с 14 до 15 на нашем телеканале. Заявитель Стелла Миронова просит признать умершего Андрея Данилова отцом ее сына. Алексей Казаков, наследник умершего, против требований возражает. Рассматривается заявление Мироновой Стеллы Игоровны с требованиями об установлении факта признания умершим Даниловым своего отцовства в отношении ребенка и признать умершего Данилова отцом ее сына Валентина Миронова. В качестве заинтересованного лица у нас выступает Казаков Алексей Кириллович. У нас дело рассматривается с участием прокурора. Представитель прокуратуры присутствует у нас? Благодарю вас, садитесь, пожалуйста. Заявительница, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу признать Данилова Андрея Валерьевича отцом моего ребенка Валентина Миронова, а также наследником его. Я хочу вам рассказать, что хоть я в браке не была с Андреем, но при жизни он всегда признавал Валентина своим сыном. Он заботился о нем. Так получилось, что 9 лет назад мы отдыхали в деревне, и у нас с ним был роман. И после этого у нас с ним появился сын. Но так получилось, что он уехал на работу на Дальний Восток, и это не мешало ему помнить о ребенке. Он, Ваша честь, писал смс-сообщение. Вот я могу прочитать. Буду заботиться и о тебе, и о сыне. Всегда поддержу в трудную минуту. Если надо, буду рядом. Ваша честь. Также он высылал, вот я покажу, высылал подарки моему ребенку и Валентину. Вот, пожалуйста, игрушки. Он всегда помнил о своем сыне. Он его любил. Нет, этого достаточно. Вы можете все это назад... Пожалуйста. Все назад можете убрать. Я хочу сказать, что Валентин всегда тоже чувствовал, что Андрей его настоящий отец. Простите, простите, пожалуйста, истец. Сколько лет ребенку? Восемь. Мне нужно доказательство. Понимаете, то, что вы вынимаете некие красивые вещи, говорите, что эти подарки, которые присылали сыну, но я как должна понять, что это те игрушки, которые конкретно папа биологически дарил ребенку? Ну как? Ваша честь, ну, вы знаете, я даже считаю, вот посмотреть вот фото, вы можете посмотреть, они просто вылитые. Они не только внешне похожи, у них характеры даже одинаковые. Видно, что он похож. Истец, истец, напишите за меня решение. Напишите, пожалуйста, решение. Да, вот оно начинается со слов. Сот установил, двоеточие. Вот мне со слов установил. Установил признать Андрея. Нет, это вы мне решение объявляете, результивная часть. Но вы считаете, что это в решении суда может выглядеть следующим. Суд установил, что представлены истцом игрушки. Дальше. Откуда я вообще знаю, что они вашему сыну принадлежат? Ну, так же я просто не все игрушки не брала. Я знаю, не то, что кто ему их подарил, а что они вашему сыну вообще принадлежат. И что когда дарят игрушки, это что, подтверждает, что папа признает себя отцом ребенка, что ли? Это как вы связываете между собой? А вот асмс, это они тоже ничего не значат? Всегда поддерживают тебя и сына? Нет, нет. Ваш отец, ну как же так? Нет. Истец, вы должны доказывать, что вы совместно проживали, что вы вели единое хозяйство, что умерший вас материально содержал, материально помогал ребенку. Его должны знать в детском саду, его должны были видеть в школе. И вот это называется принимать участие в воспитании и содержании ребенка. У вас должно быть, ну как минимум, пять или шесть свидетелей с вашей стороны, которые подтверждают то, что я вам сказала. И вот тогда, если выходит свидетель с вашей стороны и говорит, я была неоднократно, я был неоднократно свидетелем того, что такой-то, такой-то, приезжал туда, оставался ночевать, играл с ребенком, ребенок называл его папой, ему дарили игрушки. Ваша честь, ну а разное сходство? Опять сходство, ну хорошо. Ну сходство, сходство. Ну, наверное, да. Я все равно настаиваю на том, что именно Андрей. Я вас поняла, да. Именно Андрей. Скажите мне, пожалуйста, а почему вопрос возник на наследстве? Да, если я правильно поняла, то это связано с наследством? Да, я считаю, все должно быть по справедливости. Мой сын, это наш общий сын с Андреем, и, конечно же, он имеет право на наследство. Это, по-моему, это понятно каждому. Есть еще дети другие? Нет. Нет? То есть получается, что это единственный наследник в первой очереди, да? А вы к наследованию были призваны как наследник второй очереди. Да, потому что в первой очереди наследников нет. Не было. И это документально заверено. Понятно, да. Умерший кто вам? Брат. Брат. Двоюродный брат. Андрей мой двоюродный брат был. Да, то есть если признать умершего отцом ребенка, то этот ребенок у нас единственный наследник в первой очереди. Наследник в первой очереди. Все правильно. Но он не является его сыном. Я могу это доказать. Доказывайте. Хорошо. Ваша честь, кого вы слушаете? Ваша честь, только что вы были продемонстрированы веские доказательства в виде игрушек, смс и разных эмоций. Я теперь хочу рассказать, что погибший мой брат двоюродный Андрей, он погиб, и теперь я единственный наследник его являюсь. И на это есть все причины. Наследника в первой очереди не было. Он не был на ней женат. Этот сын был не его. Это ничего не значит. Он не оставил завещание, потому что он не знал, что так все быстро закончится. Он не успел оставить завещание. Не успел и не оставил. Наследником второй очереди и единственным оставшимся в живых являюсь я. И я претендую на него в полной мере. Нет, я это все понимаю. Мы сейчас говорим об отцовстве. Хорошо. Она, допустим, у нее есть какие-то доказательства. Но игрушки, смски, как я понимаю, не производят на нас впечатление. Она говорит про сходство. Про сходство, которое есть между этим ребенком. Мы не разговариваем про сходство, потому что у нас отцовство по фотографическому сходству не устанавливается. Я согласен. Но, тем не менее, сходство имеет место быть. Но это сходство есть между нами всеми тремя братьями, которые так или иначе являются родственниками этому ребенку. Но у меня есть еще одно доказательство, которое полностью показывает, что отец ребенка не его, если уж мы говорим про фотографическое сходство. Вот на этой фотографии есть все мы втроем братья. Я, Сергей и Андрей. Примерно в том возрасте есть фотография и ребенка. И вот тогда точно становится понятно, кто является отцом этого ребенка. Это Сергей. А где фотографии? Наш третий брат, который, к сожалению, два года назад погиб. В свое время, когда она забеременела, он ушел в армию. Поэтому она решила меня заставить на себе ее женить. Заставить? У меня были состоятельные родители, они солидные люди, и они настояли на том, чтобы я на ней женился. И вот мы с ней прожили два года. Прожили? Брак не состоялся. Это жизнь была? Мы дрались. Обычно побеждала она, но иногда верх оказывала я. После несостоящегося брака вернулся из армии Сергей. Она нокаутом отправила меня из брака вон из семьи. И вышла замуж за Сергея. И Сергей усыновил этого ребенка. И между ними была, знаете, какая-то особенная связь. Стоп, 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 стоп. Подожди секундочку. То есть у вас три брата? Да. Девять лет назад, когда она забеременела, мы отдыхали за городом в удачном поселке. Мы втроем с братьями. У нас были там наши дома. И она тоже там жила. И у нас, так сказать, были отношения. Она вела отношения со всеми нами тремя. Поэтому изначально мы все гипотетически могли быть отцом этого ребенка. Но поскольку, когда она забеременела, Сергей вышел в армию, она решила навязать мне ребенка, что я являюсь отцом. Мои родители настояли на браке. Мы с ней поженились. Бедненький. Это я поняла. Вы что, вы усыновили ребенка? Поскольку я вступил в брак. Да, ребенок был мой. Но я потом написал, когда мы разводились с ней, я написал отказ от отцовства. Поэтому по закону я не являюсь его родителем. Да какой с тебя вообще отец может быть? Поэтому я и написал отказ. Вы, когда вступали в брак с истцом, вы усыновили ребенка? Я усыновлял ребенка, но потом я написал отказ от отцовства. А потом вы написали отказ от отцовства? Да. Слава Богу. Радуйся. Подождите, ответчик. Ну тогда вот такая уже, знаете, на зыбкую почву мы начинаем с вами вступать. То есть если с вашей точки вы утверждаете, что истец состоял в интимных отношениях со всеми тремя братьями? Да. То следовательно, умерший может быть отцом ребенка. Но это же вы подтверждаете. Я хочу доказать, что я являюсь единственным наследником Андрея. Нет, не надо мне доказывать ничего. Мы сейчас не про наследство говорим. Мы сейчас устанавливаем факт отцовства. Это не факт. Который может привести к возможному другому распределению наследства. Да, ну... И секундочку, но это ваше утверждение, что истец... Это не утверждение, это документ. Где написано, что я единственный наследник Андрея. Ответчик. У него есть финальный наследник. От того, признает ли суд умершего отцом ребенка. Поэтому я вам говорю. Это было ваше утверждение, ваше. Что истец состояла в интимных отношениях сразу с тремя братьями. Следовательно, может ли сделать суд допущение, что умерший являлся биологическим отцом ребенка? Ну, я не могу этого утверждать, потому что, ваше честь, не присутствовала я при интимных отношениях ее с Андреем. Уж извините меня. А ваше допущение, возможно, вы присутствовали, я не знаю. Вы видите, какой хам? Вы вообще посмотрите, как этим человеком можно просто... Мы здесь допущения какие-то допускаем. Либо мы все-таки разбираемся по фактам определенным. По каким? Ну, вот вам факты только что были. Вам понравилось? Нет, я не могу. У меня ни одного документа на руках, а у меня целых два. Каких? Пожалуйста, свидетельство того, что я являюсь единственным наследником второй очереди Андрея. Я отменяю это свидетельство, чтобы мы продвинулись в этом процессе. Да забудьте вы об этом сейчас, забудьте. Я забыл, пожалуйста, у меня есть фотографии, так же, как и у нее. Ответчик на вопрос суда. Фотографии. Вы подтверждаете в судебном заседании, это ваши показания ваши, что все трое братьев состояли в одно и то же время в интимных отношениях с истцом. Ваша честь, вот вы как отменили только что вот этот документ, я также отменяю свои показания. Я не утверждаю, что она состояла в интимной связи со всеми тремя братьями. Я этого не утверждаю. Но мы отдыхали в одно и то же время на даче, у нас были загородные дома, мы дружили, общались. И я не могу утверждать, что она была в интимных связях с кем-то там. То, что она была в интимной связи со мной, хорошо, да, при суде я говорю, что это было. Но кто является отцом ребенка, хорошо, хотите это доказать как-то, доказывайте. Я ничего не хочу, ничего не должна никому доказывать. Просто договорите фразу, что вы подтверждаете, что вы состояли в интимной связи с истцом. И поэтому вполне возможно, что отцом ребенка может быть и вы. Но поскольку вы не знаете точно, с кем еще состояла истец в интимной связи, поэтому сказать точно, кто является отцом ребенка, вы не можете. Ваша честь, я подтверждаю, что да, у нас была интимная связь с истцом. Возможно, у этой интимной связи были последствия. И я допускаю, что у нее были интимные связи с кем-то еще в этой жизни, потому что она взрослый человек. О которых вы точно не знаете? О которых я точно не знаю, и никто не знает, как мы это понимаем. Ну, Ваша честь. Кого вы вообще слушаете? Что-что? Кого вы вообще слушаете? Нет, подождите, истец, ну, по крайней мере, Ваша интимная связь с ответчиком это привела в последующем к заключению брак. Да, привела. Ну, я все-таки наставила... У нас хоть связь-то была, ты это хоть помнишь? С Андреем была. Ответчик, но вы же не вступали в брак с ответчиком для того, чтобы не иметь с ним брачных отношений. Конечно, нет. Нет. Ваша честь, ну, это жизнь. И что? Ну, хорошо, ну, жизнь. Я хочу, чтобы вы какой-то вывод сделали. Послушайте, вы, вот, ответчик говорит, я с истцом был в интимной связи. Да, и если бы это не имело какого-то значения определенного, я бы сказала, ну, наверное, были. Но просто это закончилось у вас регистрацией брака. Брак был зарегистрирован. Да, Ваша честь. Теперь я хочу понять, почему вы утверждаете, что отцом ребенка в данном случае был не ответчик, и там не третий брат, не четвертый брат, а именно умерший. Ваша честь, потому что именно Андрей был. Именно Андрей был. Да, я уверена, сто процентов. Я мать, я знаю. Мне виднее всего. Вам виднее. Так, ответчик. А то, что этот человек говорит? Нотариальное свидетельство о наследстве и свидетельство о смерти через судебного пристава. Передайте. Так, а этот человек говорит, и что он говорит? Ему только наследство и нужно. Только, а вам? Не только наследству. Моему сыну, нашему сыну. Я в первую очередь переживаю про нашим ребенке с Андреем. Он его признавал при жизни, да, так получилось? Истец. Он не успел его признать. Он не признавал его при жизни, да? Он не успел признать его. Да, конечно. Если бы он хотел признать, он бы признал. Он не успел. Он и в Таиланде был, то он на работе. Ну, вы понимаете, да, он... Он был на работе в Таиланде? Нет, он отдыхал в Таиланде. А с сыном он путешествовал? Я вам о чем хочу сейчас сказать, что он всегда помнил о сыне. Я не спрашиваю, помнил или нет. Я спрашиваю, с сыном путешествовал? Нет. Нет. Суд удаляется до принятия решения. Далее в программе. Ну, мы с мужем посвящались и решили ее себе оставить. На третий день нагрянула полиция. Что вы говорите? Биологическая мать вот этой девочки, она меня обвинила в том, что я якобы выкрала ее ребенка из коляски. Подброшенный под дверь чужой ребенок стал для молодой женщины настоящим жизненным испытанием. Из-за него долгое время она находилась под следствием и сидела в тюрьме. Но даже после этого хочет стать девочке матерью. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав заявление истца, возражение заинтересованного лица, проводя процесс с участием прокурора, в удовлетворении заявлений об установлении факта признания умершим своего отцовства в отношении несовершеннолетнего сына-заявительницы, суд считает необходимым отказать. Суд отказывает в установлении факта признания отцовства, потому что суду не предоставлено бесспорных, не вызывающих сомнений доказательств того, что умерший признавал себя отцом сына-заявительницы. Заявительница с умершим никогда совместно не проживала, умерший не занимался воспитанием ее сына и материально его не обеспечивал. Умерший никогда и никому не говорил о том, что сын заявительности – это его ребенок. То есть в данной ситуации суд делает вывод о том, что умерший не признавал себя отцом этого ребенка. Поддержание умершим отношения с заявительницей ее ребенком в качестве родственника не является основанием для установления факта признания умершим своего отцовства в отношении ребенка. Суд считает, что на протяжении столь длительного времени, а именно 9 лет, ничто не препятствовало умершему установить отцовство через органы ЗАГСа, тем самым признав себя отцом сына заявительницы. Однако этого в течение длительного времени умерший не сделал. Каких-либо доказательств иных истцом в судебное заседание не предоставлено. Поэтому у суда нет оснований удовлетворять ваше заявление. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. В иске отказать. Я все равно настаиваю, что Андрей отец на его ребенка. Все эти ДНК-экспертизы. Почему я должна тратить деньги на то, в чем я действительно уверена? Я не миллионерша. Андрей отец на его ребенка. Я единственный наследник своего брата. Я сегодня это доказал. А некоторым женщинам нужно было просто получше разбираться в своих связях. Вот, собственно, и все. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сложители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что, что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Елена Рогожина подает иск об оспаривании отказа органов опеки и попечительства в оформлении опекунства. Представитель органов опеки и попечительства иск не признает. Считает, что отказ был правомочен. Я вас слышу, истец. Ваша честь, я хочу оформить опеку над маленькой девочкой, а органы опеки мне в этом отказали. Я хочу эту несправедливость устранить. Дело в том, что я ввязалась в ужасающую историю год назад. Я замужем, у меня есть сын, уже на тот момент 9-месячный Андрей. И как-то раз мне в дверь позвонили, и я открыла дверь. И, в общем, там за дверью был ребенок в коробке. Но явно, что этого ребенка подбросили. Я не смогла на это нормально смотреть. Естественно, я девочку взяла с собой. Она была такая маленькая, хорошенькая. Я ее и памперс поменяла, грудью покормила. А мы с мужем, который на этот момент был просто в отъезде, мы с мужем хотели всегда еще и девочку. То есть мальчик у нас уже был. То есть вы хотите сказать, что вы не в полицию, ни в органы опеки не позвонили? Да я не от умысла злого. Я растерялась с ней, не знала, что делать. И в больницу близлежащую не поехали. Потому что мало ли что с ребенком. А что еще с ребенком делать, если его подкинули? Я растерялась. Я не созгла. Ну хорошо. И сколько длилась ваша растерянность? Ну, дня два где-то. Сколько? Два дня. Два дня. А после этого, после того, как два дня прошло, что произошло? Ну, мы с мужем посвящались и решили ее себе оставить. На третий день нагрянула полиция. Что вы говорите? Странно даже как-то. Да, вот такую прям вы так удивляетесь. Дело в том, что нагрянула она не просто так. Потому что вот эта биологическая мать вот этой девочки, маленькая там свистушка, 19-летняя, она меня обвинила в том, что я якобы выкрала ее ребенка из коляски. Чего на самом деле не было. Ну ладно, она подговорила своих двух подружек говорить полиции о том, что якобы я подошла к коляске и выкрала ее ребенка. Удалось доказать то, что я невиновна. Мы провели хорошую работу, и девчонки, которые якобы свидетельницы, они отказались от своих показаний не в мою пользу. Ладно, с этим враньем мы разобрались, слава богу. Но я не понимаю, Ваша честь, почему органы опеки мне отказывают в том, чтобы мы оформили опеку над девочкой? Простите, истец, а у девочки-то мама есть? Она от нее отказалась. Дело в том, что почему эта вся ситуация была? Потому что, значит, ее сожитель от нее ушел. Она решила, что этот ребенок ей не нужен. И подкинула ее. А как он пришел, спросил, где ребенок, она испугалась и выдумала всю эту странную историю, благодаря которой меня вообще посадили в изолятор. Нет, а сейчас-то вы говорите... Нет, она от нее отказалась. Потом сожитель снова ушел? Сожитель снова ушел, и... И сейчас где ребенок находится? Ребенок, ну, он... У опекунов ребенок. Там другая семья оформила на дне опеку. Но я не понимаю, почему мне нельзя ее оформить. Потому что мы ее полюбили. Мы можем оказать ей должное воспитание, должное средство выделить на нее. Так, истец, будьте добры, пожалуйста. Мне ваше свидетельство о заключении брака... Вы сказали, что у вас еще ребенок есть один, да? Свидетельство о рождении ребенка, документы на квартиру. Все есть, документы все есть. Вы работаете? Я не работаю, но работает мой муж, он может задержать всех. Пожалуйста, я вас уже отвечу. Ваша честь, во-первых, истец упустил еще одну подробность. Когда к ней пришли приставы, она начала разыгрывать историю домашних родов. И привлекла к этому соседку, который очень правдиво... Не со зла. Ну, это... Да, затем она, когда, в конце концов, биологическая мать отказалась от ребенка, к нам пришла истеца с заявлением предоставить ей опеку. Мы поначалу даже как-то положительно к этому отнеслись, потому что, в общем-то, характеризуется она положительно. Семья состоятельная. Но когда мы стали более подробно исследовать факты биографии истец, выяснился следующий момент, что 20 лет назад она была осуждена по статье 228 УК РФ. Хранение наркотических средств без цели сбыта. Но, возможно, и сама употребляла. Да не употребляла никогда. А при таке не надо меня перебивать. Я родила здорового ребенка, и поэтому видно, что я не употребляла. Сейчас не употребляет. Никогда не употребляла. И сколько это было лет назад? 20 лет. Ну, Орган и Пике решили отказать. Тем более у нас появилась другая семья, которая тоже выразила желание... Отказ дайте мне, пожалуйста. Да, пожалуйста, Ваша честь. Зачем вы стали разыгрывать все эти спектакли, скажите? Ваша честь, ну, простите меня, пожалуйста, я это сделала от растерянности. Я как только взяла ее на руки, я поняла, что хочу ее оставить себе. И как это сделать наилучшим образом? Я полезла на форумы. Там мне советовали, чего только не советовали. Страна советов. Обратиться в полицию. Кто наоборот, что в полицию ни в коем случае. Это же криминальный какой-то случай. Нет, это абсолютно какое-то безответственное у Вас отношение к этому. Совершенно верно. И на уровне «я хочу», «я хочу», «я хочу», «я хочу». Понимаете, я прочитала способ, который подошел тут... Да, имитировать домашние роды, и никто ничего не поймет. Вы свидетелей просили? Да, я хотела бы, чтобы... Пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей сца. Свидетелей сца, войдите. Простите, рука на опеке. А сейчас девочки сколько? Девочки полугодика. Полгода уже, да? Ну, пока все это длилось. Я Вас слушаю. Ваша честь, я являюсь мужем Елены. У нас прекрасная семья, у нас растет сын. Но, понимаете, мы бы очень хотели удочерить Алису. Мы хотели бы подарить ей счастье. У нее уже есть опекуны. Я сейчас вам все расскажу. Подождите. Я специально наводил справки о том, что происходило. И вы знаете, когда мы вернули Алису, когда, точнее, у нас ее забрали, Алису взяла другая семья. И уже через месяц она от нее отказалась. И, кстати, органы опеки об этом прекрасно знают. Но почему-то еще не заявили по-настоящему. Почему? Отказалась? Куда мы должны были заявляться? Почему не сказали вы об этом? Да. Отказались? У девочки гепатит. Гепатит. Да, поэтому первое... А что вы не говорите-то об этом? Скажите мне, пожалуйста. Действительно. Почему не говорите? Ответчик, поясните суду, почему вы не сказали, что ли, существенное обстоятельство, что в настоящее время ребенок находится на попечении органов опеки, а не опекунов? Почему? Ну, одни опекуны отказались, но другая семья уже знает, что у нее гепатит и готова... Я вас слушаю. Я поняла вас. Я вас слушаю. Мы, в свою очередь, готовы Алису увезти в Германию, предоставить ее лучшим врачам. Лучшие врачи ее вылечат от этой болезни, тем более, что все у нас для этого есть. Уж поверьте. Вот справка о моих доходах. Я работаю в банке одним из руководителей. Моя зарплата 560 тысяч. Я думаю, это будет вполне достаточно. Через судебную приставу передайте. Ваша честь, органы опеки предлагали вариант, чтобы свидетель сам стал опекуном. Ну, они этот вариант не рассмотрели. Вот, к сожалению. Нет, простите, отвечу. А вы рассмотрели вариант не довести до сведения суда столь существенную информацию, что на сегодняшний день опекунов нет у ребенка? Ну, практически есть. Нет, практически нет. Есть бумажка, что есть? Нет. Нет, значит, нет. Суд удаляет для принятия решения. В следующей программе. Благородные люди из благородной мести. Таких бы побольше в нашей стране. Так у меня семейка тоже благородная была. Она непростая была. Получая наследство после смерти сына, мать и подумать не могла, что в завещании ее ждет большой сюрприз. Дом станет ее собственностью только при условии проживания в нем пятерых детдомовских детей. Как это возможно? У них детей нет, вот на из-за биттая. Приказ президента выполнения. Теорожая, новое поколение, расчет. Должна ли фирма выплачивать женщине зарплату, если она не работает, а рожает детей одного за другим? Шесть лет коммерсанты терпели и теперь оказались в суде. Ты думаешь, твой папочка такой хороший, да? Конечно, хороший. А ты знаешь о том, что он принуждал меня? Замечательно, он тебя принуждал, когда ты верхом скакала на нем. Кода три назад он меня просто изнасиловал. Послушай, Даша. В драке погибли сын и отец. Вдова не надевала черный платок. Об умершем мужа она не грустит. Оба мужчины были влюблены в нее. Ее теперь интересует только их наследство. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ИСА, проведя процесс с участием прокурора, иск об отмене решения органов опеки и попечительства, которым ИСА отказана в назначении ее опекуном малолетней девочки, удовлетворить и вынести решение об отмене оспариваемого отказа. Несмотря на то, что ИСА является лицом, которое имело судимость за преступление против здоровья населения и общественной нравственности, так как она была осуждена по статье «За незаконное хранение без целесбыта наркотических средств», указанное привлечение к уголовной ответственности было давно и в настоящий момент срок давности по указанной статье прошел. Ответчик, поскольку вы у меня всегда оставляли хорошее впечатление, могу вам честно сказать, не буду выносить частное определение, хотя еще раз повторюсь, ваша позиция меня, честно говоря, как-то так удивила. Я вас поздравляю, вы опекун, вы свидетель, на самом деле, тоже могли бы, конечно, выступить опекуном. Я об этом наговорила. Мне странно представляется. Ну, это каждый решает сам и самостоятельно. А суд согласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что Алисенька наконец-то со мной, что у нее будет хорошая семья, прекрасная, и мы с мужем просто счастливы. Органы опеки учтут замечания судьи, а ситуация в данной семье будет под контролем органов опеки. Смотрите новый проект «Дела семейные. Битва за будущее». Она начала говорить. Она говорит, мама, и ко мне пишет, вы понимаете? А она хочет меня и у нее забрать. Вся правда о том, как взрослые делают детей заложниками своих страстей. Мальчик забрался на крышу девятиэтажного дома и грозился оттуда спрыгнуть, если родители не помирятся. Моя девственность выставила на аукцион. Он просто самый лучший папа на свете. К счастью, моя бочка подошла к моему сыну. Она положила его в сумку, вынесла его помойным ящиком, и ребенок на морозе, он лежал и кричал. Смотрите в новом проекте «Дела семейные. Битва за будущее». С понедельника по пятницу на нашем телеканале. А бабушка сказала, что ты мой папа. «Дела семейные. Битва. 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 Битва». Спасибо за просмотр!